Эй, йоу, друзья, всем привет! Добро пожаловать на Last Games! Сегодня мы с вами находимся в PUBG, в PlayerUnknown's Battlegrounds, на тестовом сервере, потому что именно сюда сегодня добавили новый режим игры, который называется Event. Как вы видите, здесь есть матч и выбор, либо классический, либо Event. И что же у нас в этом Event есть? Здесь есть новый режим игры, который называется 8 Man... 8 Man? 8 Man? Не важно. Squad и 2XAR. Что же это такое? Это режим игры, где сквады состоят из 8 человек, и на карте увеличен лут AR, то есть автоматов, в 2 раза. Вообще, для чего это разработчики сделали? Как они сами написали, они введут его скоро на основной уже клиент игры, и туда будут в этих ивентах добавлять всякие временные штуки, временные плюшки, временный новый контент. Как это, например, есть в Rules of Survival и, наверное, в каких-то других играх, где, например, на 14 февраля, на Новый год, приобретает какой-нибудь бинты, вид каких-нибудь, я не знаю, зверюшек, сердечек, розочек и так далее. То есть, именно временный новый контент для привлечения, скорее всего, новых игроков. Если честно, я не знаю, насколько этот режим будет, и вот такие вот новые введения будут интересны именно старичкам, которые играют практически с самого зарождения PUBG. Не знаю, лично для меня, мне кажется, что это какой-то детский сад, если именно реально будут вот такие вот временные какие-то, типа веселые штуки, но если это будет действительно какой-то контент прям вот интересный, там, возможно, новое оружие, возможно, какие-то новые локации, новые режимы, то есть, там, охота за чем-то, как я уже тоже на некоторых стримах с ребятами мы обсуждали, что было бы неплохо, например, ввести там в аирдропы какой-нибудь экзокостюм или как-то экзоскелет, например, один на всю карту, который вы можете надевать, у вас получается, например, фулл третья броня, сразу там увеличенная скорость бега, как будто вы на бустах, вы можете, например, выше прыгать, что-то типа того, то есть, чтобы была именно, как бы, такая фишечка, за что, как бы, воевать, то есть, например, либо это можно было бы на сосновке делать такие вещи, либо же в аирдропе, то есть, чтобы был именно интерес какой-то у людей играть. Вот сейчас мы видим сквад из уже семи человек, Харди, вот, все, восемь человек присоединилось, я их всех отключал, hello? Так, это у нас... Так, я понимаю, это какие-то дебики у нас играют, но я понял, азиаты снова, мы можем их снова замыть, у меня, кстати, отключен микрофон, я забыл про это, мне нужно подключить программку для того, чтобы у меня микрофон в игре работал, но неважно. Сейчас посмотрим, я уже одну карточку отыграл, пытался отыграть от задницы, наши все выпали в одно место, вот сейчас хочу попробовать именно выпасть вместе с ними, поучаствовать в самом замесе. Я не знаю, насколько я сейчас долго могу протянуть в этом режиме, но в любом случае я вам постараюсь его показать, хотя бы, если меня вначале в самом не убьют, то мы с вами чуточку поиграем, даже, наверное, будет хорошо, если мы не займем топ-1, и ролик будет короче, хотя, не знаю, посмотрим. Сейчас выпадем, увидим, что нас ждет там дальше. Один из нашей команды решил поставить метку сначала на школу, говорит, пацаны, го на школу, красава вообще, но в итоге мы все приняли решение полететь на северный. Кстати, радует, что здесь ребята все летят в одно место, то есть я прошлую катку, которую не стал выкладывать, они все упали на мульту, я упал в задницу, хотел именно со стороны поиграть, но меня там челик как бы закрысил, вот, ой, забыл выпрыгнуть, заговорился. А сейчас вот все поставили на северный, и все, надеюсь, сюда полетят. Хотя вот розовый челик летит что-то не пойми куда, и зеленый тоже летит не пойми куда, у него, походу, своя атмосфера, и он как дебик продинамил все это дело. Я не знаю, сколько сейчас народу помимо нас падает в северный. Вы прикиньте, если сделают турниры, стриберские турниры, где будет участвовать 8 человек в скваде, это просто дичь. Так, ну что, я, наверное, постараюсь сейчас занять вот здесь какие-нибудь крайние вот эти вот домики, облутать. В принципе, вроде как с нами никого, да, нету, весь город наш, но, прикиньте, восьмером лутать город. Ух ты, куда это я приземлился так? Круто-то, а? Так, ладно, окей, сейчас мы вот эту всю свою часть залутаем. Сейчас мы посмотрим, насколько здесь увеличенный дроп аэрок. Я, если честно, в прошлой катке, облутав, не знаю, домов, наверное, 10, а, ну хотя нет, наверное, чуточку минуту, хотя может быть где-то около 10 домов, я нашел только 2 калаша и юмпики. Все, это все, что я нашел из аэрок. Так, поэтому, насколько уж здесь увеличенный лут, что-то я, конечно, пока не заметил, если честно. Но, не знаю, сейчас посмотрим. Пока мы с вами что находим? Что находим? Находим пока всякую дичь неинтересную. Так, ну вроде как реально сюда люди же не падали, да? Потому что если бы сюда падал еще один сквад, я думаю, что мы бы с вами это увидели в любом случае. Там такая бы орава бы упала. Так, у нас есть узик. Что-то мне это напоминает реально прошлую катку. Потому что она была точно такая же, если честно. Так, ну ладно, ну ладно. В прошлой катке меня залили, но сейчас мы будем бегать с пацанами вместе. Я буду, наверное, с ними тусить. Так, у нас есть тонкая эмочка. Но тонкую эмочку я не очень хочу подбирать пока что. Если, конечно, ничего не будет, мы сейчас меточку поставим. Если ничего не будет, тогда я ее заберу. Так, у нас есть мотоцикл. Как мы отсюда будем восьмером уезжать? Я, честно, не знаю. Потому что здесь не всегда спаунятся четырехместные несколько машин. Мне бы, конечно, неплохо было бы сейчас... О, найти рюкзак как раз отлично. Так, еще одна сковородка зачем-то. Прикиньте, если можно было бы сковородками как броню обвешиваться. Вот это, мне кажется, было бы просто жестко. Вместо всяких экзоскелетов просто обвеситься сковородками. И по себе нихрена не попадут. Кстати, я еще, знаете, про что вчера тоже на стриме мы играли. Я подумал о том, что было бы прикольно добавить, например, режим терминатора в эту игру. Чтобы можно было убить человека только в голову. То есть, прикиньте, вы стреляете в тело, в руку, и вы тупо не наносите ему урона. И нужно было бы жестко отрабатывать аим и стрельбу в одну точку в хэт. Это было бы, мне кажется, очень интересно. Но не факт. Так, ну что, давайте тогда, окей, узик мы от узика избавимся. Возьмем тогда вот таким вот, наверное, образом пока тоненькую эмочку. Узенькую, узенькую, тоненькую эмочку. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, как вы ее называете. Потому что в этой эмке очень много разных названий. Тонкая, стрёмная, там типа тонкая и толстая, топовая и не топовая. Каких, короче, названий для этой эмки только не придумывали. Бедненькая эмочка. Но, на самом деле, она действительно не шибко-то прикольная. Ну, хотя многим нравится. Я видел, как с ней занимают вообще там вот самый, по-моему, рекорд по убийствам от какого-то азиатика. По-моему, 43 килла я видел. Он играл с этой тонкой эмкой на бурст-режиме на этом. То есть, ну, на стрельбе по три патрона. Это, конечно, было жестко. Я тоже такой думаю, ну, блин, ну, тоже так попробуйте. Кстати, ну, реально, если приноровиться, это, в принципе, имба. То есть, вы сразу три патрона в челика высаживаете. Это достаточно прикольно. Но, не знаю, я как-то с ней сначала поиграл. Потом она мне, ну, разонравилась. Так, скажем. А что, я дым не подбирал? Так, тут возле меня уже бегают. Я уже даже немножко испугался. Как-то, кстати, тихо у меня сейчас игра достаточно работает. При том, что у меня вроде звук выкручен на максимум. Но это... Ого! Ого! Там, ребята, шутинг рейджа, походу, подходит, да? Судя по всему, ребята, шутинг рейджа подходит. Восемь меток на карте. Восемь отметок персонажа... Так, я здесь золотал, что ли? Восемь отметок персонажа. Это просто такой забей. Я сейчас, кстати, возьму, наверное, мотай. И нам уже нужно будет отсюда уезжать. Мне сейчас нужно вот этот мотик взять. Потому что я не хочу ехать, чтобы кто-то вез меня. И я хочу кого-нибудь везти. Наверное, так сказать, слив. Так, ну что? Вот у нас желтый бежит. Сейчас мы его подберем. Давай, братик, прыгай. Прыгай, браток. Надо, кстати, поставить меточки, куда все ставят, куда все хотят поехать. Может быть, в гадку поехать. Я не знаю, кстати, наши поехали. Надо... Братан, извини. Так, ну я же сказал, что машины здесь на всех не хватит. И вот там два челика уехали. Еще двое сейчас поедут на баги. Мы вдвоем едем на батае. Это очень прикольно. То есть в этом есть реально интерес играть в данном режиме. У-ху! Я тебя и не так еще провезу, братик. Можно было, кстати, сальтуху скрутить. Но я не стал. Вдруг мы бы размотались. Вот нас потом поднимали бы, добили бы. Хе-хе. Я не стал подводить своего тиммейта. Так, а мы куда вообще едем? Мы какого цвета-то? А, мы темно-синие. Вот они, харди. Кстати, это чувак похож... Не... Во-во-во-во-во! Братик, сорян. What a faction называется. Так надо отхиляться. Хе-хе-хе. Вот так вот бывает кочка вот такая на изи. Просто наехали, что называется, на кочку мы с братиком. И чуть не размотались. Было бы весело, если бы мы сейчас вырубились. Нас бы, наверное, вряд ли бы кто-то поднял из этих злых азиатов. Так, вот, смотрите, чел одного, короче, отвез до автомобиля. Едет теперь за другими. То есть здесь вот реально в этой игре тимплей не может не радовать. Потому что, когда вы играете в рандомном скваде, такого вы хрен увидите. Народ тупо, тупо играет, можно сказать, каждый сам за себя в большинстве своем. То есть, или, например, Тима из трех человек. К ним добавляется один рандом. Они его кидают. Он там один бедняга играет. Здесь же все играют командно. То есть я реально первый раз такое вижу. Все восемь человек друг за друга. Как говорится, горой. И один там, ну они нашли тачку. Поехали забирать других ребят. Это очень круто. Реально, это очень похвально. Я вот сейчас поеду с этими. Не знаю, правда, куда они едут. Потому что я бы поехал, на самом деле, в гадку. Я не знаю, куда эти типы едут. Потому что... О, красная зона. Мне кажется, кстати, в географоле куча... А, классно. Они вообще высадились и поехали за другими машинами. Классно. А я поехал, думал, что они едут вперед и только вперед. Это, конечно, подстава. Ну ладно, сейчас мы ворвемся в гадку. Конечно, мы опять едем впереди планеты всей. Я боюсь, что нас сейчас здесь встретят просто шквальным огнем в восемь стволов. И это будет не очень-то прикольно, я бы так сказал. У челика, кстати, Томик, Томиган. Я предлагаю наших пацанов вот здесь подождать. Высажу сейчас нашего пацака у баги. Типа пусть он забирает баги. Я поеду сюда вот в эти домики. Подлутаться здесь. Немножечко. Немножечко подлутаюсь здесь. Посмотрим, что у нас здесь будет по дропу, по луту. Так, а здесь уже залутано. Здесь залутано. Надо нахрен отсюда валить. Так, все. Блин, челик, ты че? Лол. Такой лол. Вы видели, что произошло сейчас? Да, вот такой вот в сквадах из восьми человек может быть на изи вообще. Офигеть. Так, ну все. Наша банда вроде там едет. Да, там, там, там едут. Пацаны, давайте, поехали. А куда все поставили? Все хотят... Я понял. Все, короче, хотят отыграть от задницы. То есть они приняли сейчас решение отыграть именно от жопки. То есть не врываться в центр, а именно поиграть от края зоны. Для того, чтобы по белой линии, чтобы всех закрывать бичей. Я понял. В принципе, это неплохое решение для игры восьмером. Потому что реально, иначе вы врываетесь... Прикиньте, вот вы ворвались в центр. И между вами... Точнее, это не между вами, а, как сказать, вы будете между, например, двух или трех сквадов из, получается, восьми человек. И у вас будет там восемь человек, там восемь человек, и там еще восемь человек. И в итоге там просто охренеть будет. Такое лютое месило из двадцати четырех врагов. Это, мне кажется, вообще жесть. Так, ну у меня есть Х2, у меня есть темочка. Мне надо чуточку бустануться. Я бы, кстати, на самом деле включил бы микро. Так, ну а что, куда мы едем-то? Куда мы катимся? Наши там челики что-то мутят. Сейчас нужно, я так понимаю, всех дождаться. Кто-то у нас... Наши вообще поехали, пацаны, в географоль. Красавый просто. Мы тут, значит, лутаемся. Только я сказал про темплей веселый, заводной. А в итоге все, половина лутается в географоле. Один какой-то чел едет. Непонятно, за ними что ли или нет. Здесь кто-то остался там, кто-то остался здесь. Короче, какая-то полнейшая вакханалия. И не пойми, что происходит вообще. И куда наши челики хотят. Но я так понимаю, они, наверное, сейчас ждут зону. И, соответственно, уже будет видно тогда, что к чему. И все уехали куда-то. Ну вы, конечно, лютые пацаны. Где мой мотик? Еще как сяду? Я сяду в мотель бед. А куда все в итоге поехали? Че они там катают? Я непонятно, на краю зоны. У них лута много, что ли, или что? Или они типа тимплеем и тимплеем, и друг другу помогаем, и ососемся тут. Так, а че они реально творят-то? Я не понимаю, кто-то возле госпиталя, кто-то вообще там не пойми, че делает. Я не понимаю, там не хватает места в машинах, что ли, у них? И они друг за другом катают там? Я просто рели не понимаю искренне, че происходит. Вот они-то на горе че-то тусят. Пацаны, поднимите, пацаны! Ну-ка, смотри, сейчас че вымочу. О-о-о! Просто я такой вообще... О-о-о! Живем! Жив, цел! Орел! Блин, он такой забеющий. Че я творю просто? А че они все тут на горе тусят? Я тут просто катаю, как психопат какой-то. Куда ехать-то? Погнали! Вон, пацаны, погнали на красные, короче, дома поставили на одни из моих любимых на этой карте. Мы частенько туда с ребятами падаем, и там от задницы отыгрываем. Люблю отыгрывать от задницы, на самом деле. Не падая в самые замесы. Это приносит частенько топ-1, но иногда и нет. Ой, хана мне! Ой-ой-ой! Кстати, есть фишка, как можно влететь на крышу вот этой вот темы. Я не знаю, если это получилось бы Было бы прикольно, вот на крыше вот этой штуки Почти, блин, там была ДПшка Я мог бы почти, блин, я почти сделал этот трюк Я бы сегодня была бы топовая серия Но, ребят, я, наверное, скорее всего выложу Потому что мне нравится, как я тут Все ступлю, скручу сальтухи на буграх Это очень-очень прикольно Так, наши тут? Подожди Подожди, тут метки, а наших-то нету Алло, я один здесь Наш там, что на горе вообще сидит? Что он там забыл, дебик этот? Ребята, а вы не хотите приехать сюда? Как бе? Тут потому что тут лутона вообще Я боюсь, что нас сейчас тут размотают просто Фулл скват Я не понимаю, они что там, не влезли все, что ли? В этот мест совсем не хватило Вон наши там тусят Там же бага была, еще одна Блин, звук самолета вообще отвлекает Ну тут везде лутоны, я так понимаю Так, ну вроде здесь нет воинов Тигров, так называемых Что-то у меня аж, когда я концентрируюсь на игре У меня речь просто становится Какого-то, блин, не пойми кого Так, наш там кого-то убил, кстати, один Наш Челентано, вон он, зеленый, кого-то убил Я не понимаю, что они там тусят на горе? У них что-то вообще За... не знаю Вон аэрдроп Прикиньте поехать сейчас на аэрдроп Это такой забей Там прикиньте сейчас какое мясо будет Ладно, надо пока здесь затусить У нас уже каточек Смотрите, насколько времени затянулось Забавно, конечно Так, это наш там лазит? Наш, братик Так, я тоже, я внизах тут тусить не буду Я пойду наверх с ним, наверное, затусю Будем мы там вместе, дружным коллективом сидеть Заберу здесь патрончиков Пролагивает у меня немного из-за ОБС Я не помню, рассказывал я вам этой катки или нет Я ведь стримлю, когда я стримлю через XSplit Потому что в ОБС у меня, во-первых Начинает пролагивать, микрофризить игра немного А во-вторых, появляется какая-то посреди экрана полоса горизонтальная Которая, знаете, такая волной какой-то идет То есть, я не знаю, как вам это объяснить То есть, это не полоса там черная какая-то Это полоса как бы прозрачная Она такой волной переливается И все это очень странно Куда они, что они делают, куда они вообще хотят Они хотят гору эту занять Зачем, что они этим хотят, как бы Идут, садятся в тачку И выходят из тачки Что они вообще делают? Как эти люди играют в папки, я не понимаю Но вы заняли позицию, держите позицию Те дебики на горе сидят Сейчас зона уже пошла Эти придурки на горе Я не понимаю, сидят Но надо отдать должное, что осталось 27 человек То есть, по идее, это чуть больше, чем 3 команды И наша команда в полном составе Вы прикиньте, если мы сейчас Вот те челики друг друга перестреляют Которые те команды остались И у них, например, не останется Фулл 8 человек Останется там по 4 человека в команде По 5 И мы все... Ага, все, наших двоих уже уработали Только я, блин, сказал про это И наших дебилов, которые тусовались за зоны Их просто вырубили Красиво Только я понадеялся на то, что наша команда сейчас придет в полном составе в топ Но наши придурки, которые тусовались Я не понимаю, зачем они там до талого сидели на горе Ой, придурки Какие же вы дебилы, а Они просто... Эти сейчас им поедут еще помогать Ну, удачи вам, пацаны Удачи Удачи всех, блах, как говорится Давайте там постреляем Ну, они поехали нашего спасать, я так понимаю, да? Ой, дураки, конечно Я просто, что, 4-й, кто там и 5-й? А, 3-й и 4-й там тусят Двоих уже сбрили Они реально уехали, пацаны Они реально уехали Они уехали файтиться и помогать нашим тиммейтам Ну, что, тимплей? Е-мое Не знаю, я буду сидеть до талого просто здесь Ждать зону И по тихой, по белой линии куда-нибудь выдвигать Только не говорите, что вы у меня матай забрали, черти Не, нормально Они уехали на баги, тимплей, все дела Придурки взяли там, тусили и два человека слились Но они, заметьте, они не ливаются с игры Они красавчики, они продолжают смотреть Потому что меня раздражают такие, знаете Играют в скваде кто-нибудь, их сливают А они сразу такие, аааа И ливают с игры, типа, ааа, дерьмо собачье Вся дерьмо, вся плоха Смотрите, интересная на самом деле зона Я бы поехал бы вот сюда на белую линию Из этого леса, из Приморска бы По тихой грусти бы пошли бы сюда В центр, потому что сейчас врываться, например Вот сюда с горы Ну, это такое себе удовольствие Хотя тоже можно вот так с горы сойти Я не знаю, либо надо сюда, либо сюда ехать Куда наши придурки? Наши там что-то дебики, я не понимаю, что они делают Двое вообще без машины Двое еще без машины Один на машине Куда они хотят? Что они хотят делать? Я вообще не понимаю У нас, короче, есть варик Либо сейчас ворваться вот мне Вот на вот эту гору И пойти отсюда Либо я вообще бы зашел бы вот отсюда Но фиг знает Наши сейчас придурки, скорее всего Пойдут именно на эту горку Так, на бустик, наверное, пока юзать не буду Наши, скорее всего, дебики Потому что у них тупо времени не хватит Они, скорее всего, пойдут на эту гору Блин, они бы меточку поставили Хотя бы, чтобы я знал, что надо вообще делать Все, они все едут Сейчас они все, так понимаю, поедут именно на эту гору И с этой горы зайдут Но здесь забей, на самом деле Хотя там тоже, в принципе, не очень-то удобно Это, наверное, самый комфортный заход Если честно Я не знаю вообще, куда они едут Что они мутят Да, все едут, короче, сюда, на гору Я еще, знаете, я сейчас комментирую игру Как будто я смотрю турнир То есть они приняли решение идти здесь Там они там то-то, то-то, то-то Чуваки, машины, бросьте, придурки Идите пешком, дебики Дебики, пешком идите Ой, дебы, они что, в центр поедут, что ли? Алло, человеки Вот так У меня лично нету ни одного икса, кроме икс-два Я в итоге только залутался в самом начале Там эти окраины И больше мы ничего не залутали Так, наши челы там вон с Томпсонами Я понял, профессионалы какие-то, короче Короче, какие-то профессионалы Вот эти, кстати, походу впереди дома не лутаны, лол, что? Ага Это что, это что, это кто? Ты по кому стреляешь, дебик? Ты что, просто в землю стреляешь? А, он что-то ему скинул, типа, я понял Я понял У меня калаш, у меня эмочка Так что я ему не помощник С калаша я бы не помог Спасибо Спасибо, пацан Две аптечки взял Я бы им сказал, что мне нужны бусты Но я хз Мне нужно подключать микрофон По кому они стреляют? О май гад Не, ну, ребят, вы посмотрите на самом деле На этот тимплей Каждый занят своим делом То есть мы играем молча, получается Но я с ними не разговариваю Мы каждый смотрим в свою сторону То есть, в принципе, это прикольно То есть наши челики там с коряки По кому-то работали Непонятно, правда, по кому Сейчас как вот с этих домов Как пойдут сюда Да, интересно, какое место мы займем Дойдем ли мы до финала Ну, блин, нас осталось 6 человек Из-за тех двух дебиков Которые там тусили Не знаю, на самом деле Чё у нас сейчас получится Вообще из этого всего Так, в принципе, я закрыт Меня только вот оттуда видно Но чтобы оттуда по мне попасть Это надо постараться Поэтому я пока сейчас смотрю дома Потому что в домах всяко могут быть же Да, правильно, какие-то Васюки Так, и где... О май гад Это нам сейчас сбегать вот отсюда Тут по полям бежать Ну, это забей А, там лес Не, ну это забей, ребят Это, что называется, зона не на нас Поэтому тут, как бы, выжить практически Unreal будет сейчас Unreal Tournament, что называется, тоже Ох, ладно, я люблю всякие словечки вставлять в свою игру Потому что вроде, типа, чтобы не молчать Ну ладно, я могу, в принципе, чуть помолчать, поиграть спокойненько Я просто обычно, когда вижу тишину в звуковой дорожке при монтаже Я хочу всегда это вырезать, типа, что это лишняя какая-то часть Где я просто молчу и бегу Мне кажется всегда, что это лишнее Кстати, у нас сейчас куча врагов, скорее всего, должно... Хотя нет, я думаю, что если все играют так же с квадами То они сидят все возле, в районе гадки, там, по лесам Поэтому вот эта вся правая сторона, мне кажется, она совершенно спокойна и свободна То есть надо сейчас заходить вот сюда в лес и все Потому что я сомневаюсь, что... Смотрите, 18 человек, нас шестеро Остает, значит, 12 Это еще, значит, где-то две тимы Вот те две тимы, наверное, друг с другом и воюют Возможно, где-то, конечно, одиночки какие-то остались Вот там, кстати, дача какая-то опасная стоит Вот там вот опасная дача стоит Ну, мне так кажется, что все, в принципе, остались в большинстве своем с левой стороны Но я опять-таки... Ого Я опять-таки не говорю о том, что никого не может быть с правой стороны В принципе, возможно, какой-то одиночка, два человека могли и остаться Так, наши там воюют Я играю чисто от крысы Я, как, знаете, я такой, как сторонний оператор бегаю И все снимаю, бегаю и все И слежу такой сбоку, знаете, сбоку все это чекаю Такое интересное, может быть так Вот наш уже отъехал, поэтому я, собственно, в файты не рвусь Вот наш еще один отъехал Сейчас наш третий Все, третий отъехал Красавцы, красавцы, пацаны, молодцы Хорошо играете, научите так играть меня Я сейчас потихой, потихой Блин, ну вы их поднимете, там нет? Ребята, ребята И там вроде никого нету Ну, скорее всего, да, все остались там И реально, если просто они играют именно таким же тимплеем То, скорее всего, они все тусят вместе Сейчас вон в домах, там вон по мне уже гасит, я так понимаю Пошел, нахрен, козел Главное, чтобы сейчас ко мне в спину не вышли Если выйдут в спину, это джи-джи Ну да Подожди Огонь В смысле? Меня наш челик убил, прикиньте? Меня наш даун убил Красава, ты вообще мутишь Типа я один такой побежал, да? Типа я такой один побежал, он по мне залил Ну ты даун, чувак Ребята, вот вам и тимплей Челик просто даунич Вы прикиньте, я сейчас мог один спокойненько здесь обижать и все замутить Эти придурки меня вырубили свои Это вообще, что такое? Ой да, у них зеленый Он там один на горе тусил, как придурок И в итоге, он, смотрите, его начали убивать, он меня залил Вот, и смотрите, и ливнул, и ливнул То есть все сидят и смотрят трупы А этот придурок взял и ливнул Вот дерьмо он Но он мне, он походу, кстати, четарок Потому что сдается мне, что что-то здесь нечисто немножко Давай, беги, братик, я в сейве, братик, давай Подними меня, вообще красава, красава Давай, вот это я понимаю Вот это я понимаю, блин Эй, живи, живи, парень, живи Мы с тобой вдвоем сейчас топ возьмем Пока эти дебики Этот, видите, сразу ливнул, ублюдок Как же я ненавижу таких ублюдков Прям вообще ненавижу Блин, мы без шлема, им по головам там надавали Неслабо, кстати И нам сейчас бежать тут тоже так немало вообще Там какая-то дичь Мне кажется, тут, кстати, читеров сейчас вообще гора просто И маленькая телега Никого нету Слушайте, ну если мы сейчас эту позишн займем и добежим Это будет очень прикольно Вот я орну, если бы мы то бы взяли Это был бы такой вообще ор Выше гор, что называется Реально Блин, тут правда сейчас в каждом кусте может По какому-нибудь Ваську сидеть Слушай, а Такое реально ощущение, что вот с этой стороны Нет вообще никого Хотя, скорее всего Потому что если бы мы сейчас играли, например Кажется, сам за себя там Или в сквадах Здесь Здесь со всех сторон Были бы люди Просто со всех сторон А сейчас все-таки более-менее Есть уверенность в том, что Вы это Обреките, если вы будете играть как проигрок Один Как некоторые, знаете, играют один против сквада Если бы мы играли бы Один против сквада Из восьми человек Вот это был прикол О, наш челик там кого-то вырубает Так, я в зоне Я, кстати, в беспалевной очень В зоне Видали? Все-таки там чертильник какой-то сидел Блин, поздно увидел я Видали этот Алеша? Блин, да И кто? Все, да? То есть мы А, нет, подождите Кто-то... Все, все, отъехали Четвертое место Блин, поздно я увидел Надо было скалашика зажать Возможно, прокатило бы Открыто достижение Давайте жить дружно Ну что, посмотрели бы с вами Дадда режим Без файтинга особо Без стрельбы Чисто так со стороны Как сторонние наблюдатели Просто как это все дело происходит Как играет команда Насколько выражен Тимплей здесь ярко или нет И напишите свое мнение в комментариях Нравятся ли вам такие нововведения И нужны ли они PUBG вообще Или не очень Будет интересно почитать ваше мнение В комментариях Ну а на сегодня все Всем удачи Хорошего вам настроения И пока Субтитры сделал DimaTorzok